здравствуйте хочу предложить вашему вниманию стример один из вариантов малька который довольно таки уловист практически прям в любое время года я буду изготавливать для спиннинга его можно изготавливать вариант как и для нахлоста в любых огрузках так как мне необходимо изготовить порядка пяти семи граммов я грузил выточил глазки гантельки вы их можете также приобрести в интернет магазине и огрузил свинцом теперь будем мы формировать хвостик я беру щепоточку совсем немножко меха белого песца вот такую кусочек небольшой желательно чтобы мех был очень очень-очень подвижным для этих целей я использую мир песца который находится возле брюшка ближе к лапкам тогда он получается значительно мягче и более удобно с ним работать подравниваю и креплю его вместе загибом формируем хвостик в одной плоскости стараемся так чтобы он у нас не уходил по загибу закрепили вот в таком варианте и промажем как всегда клеем теперь я беру для контрастности небольшую щепоточку вот такого цвета значит персиковый цвет красный какой у меня был данный момент под руками я такой буду использовать можно использовать один цвет это как вы уже сочтете нужным потом можно будет подкрасить не возбраняется убираем подшерсток чтобы нам не мешал рыхлость хвостика нам не нужна нам нужна хорошая подвижность и крепим его здесь же стараемся так чтобы он у нас вниз и в сторону не уходил закрепили и берем такую же щепоточку белого меха как мы закрепили первый раз можно даже взять ее несколько пышнее для того чтобы их наш стример еще лучше стабилизировался промажем клеем промажем клеем остатки не нужны вот у нас с расцветочка вышла как бы имитация хвостика и теперь для больше привлекательности я возьму немножечко добавлю сюда люрекса плоского так как мы будем ловить хищника количество его выберите сами щука то вообще никогда не напугаешь блестящими элементами судак в темное время сумерки довольно таки хорошо реагирует не боится также и сом кстати к вашему сведению на такую мушку в этом году мои друзья на днепре ловили сазана довольны таки с успехом с разной огрузкой и с разными расцветками так если вам мешает я обычно беру или прищепочка или вот так вот клеем взял их скрепил у меня уже мой мех никуда не лезет ну и заодно видно какой формы будут хвостик теперь нам нужно для сегментации леска я взял вот такой вариант лески которая флуоресцентная она достаточно крепкая и в то же время хорошо сегментирует тело закрепили я подготовил вот такие две полосочки пленки полиэтиленовой обыкновенной из упаковки и креплю одну полосочку сверху и одну снизу можно использовать любой элемент я изготавливал даже с использованием обыкновенной изоленты но все ловит очень даже отлично вот мы подготовили уберем немножечко в сторонку пленочку чтоб нам не мешало промажем клеем все хорошо и подравняем теперь окончательно наше тело для выравнивания тела я обычно не всегда использую нить потому что это не очень разумный вариант подравниваю тело даббингом учитывая то что наша мушка будет ходить на больших глубинах и должна быть очень крепкая это самый разумный вариант я беру остатки вот такого подшерстка который у меня всегда остается при вязании мушек и его использую в качестве даббинга желательно использовать белый цвет для того чтобы у нас при намокании не было видно свинец вот мы подравняли приблизительно так наше тело и теперь для нашего стримера я буду использовать вот такой материал это хороший голографический даббинг для того чтобы его не использовать в таком большом количестве я и сделал подложечку если у вас по каким-либо причинам нет такого материала вы можете спокойно использовать для этих целей перо павлина тоже довольно таки хорошо работает это я уже пробовал своих изделиях берем и начинаем вот так вот веревочкой как я обычно прихватываю слегка в одном месте и подкручиваем сам даббинг формируем веревочку и начинаем можно использовать любую тесьму которую вы сочтете нужными можно и использовать синель но в таком варианте я вам скажу вам значительная рыбка наша привлекательнее тем более вы их не изготавливайте 200 300 штук в разумном количестве можно использовать и такой материал теперь на месте крепления плавничков я возьму немножко светлее оттеночек совсем 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 немножко прихватили делали веревочку здесь же приматали и теперь мне понадобится вот такой кусочек шкурки если у вас допустим нет можно плавнички изготовить и методом прикладывания это один из вариантов я потом как-то может быть покажу но так как мы сейчас изготавливаем чтобы она была покрепче я изготовлю с таким вариантом и теперь с вами мы крепим ее в районе нашего сформированного сформированной грудки прихватываем промажем обязательно клеем и почти до самых глазок я буду делать сейчас развернем немножечко я буду делать вот такие парочку тройку тройку оборотов ну вот где-то столько мне будет достаточно закрепляем наш мех остатки отрезаем промазали клеем хорошо промотали на месте крепления меха и теперь сделаем вот такую операцию разделим наш мех по бокам можно слегка намочил пальцы вот так его разделить на две части вот как вы видите и теперь я беру пленку которую сверху не подкрашивая ничего и креплю вот так в районе глаз хотя бы парочкой вот так оборотов закрепили пока ничего не делаем переворачиваем крючок пока мех наш не распушился берем теперь нижнюю часть и точно также крепим в натяжку снизу подтянули закрепили остатки теперь аккуратно отрезаем промажем немножко клеем и закрепим уже окончательно поможем и крючком она сейчас поможем не Теперь берем нашу леску и с равным шагом следим за тем, чтобы наш полиэтилен не уходил ни влево, ни вправо. Можно проволоку использовать, но дело в том, что толщина этой лески как раз позволяет мне хорошо засегментировать тело. Плюс к тому же она флюо, что дополнительно дает привлекательность моему телу. Дошли до наших жаберок и здесь поделим приблизительно с одной и с другой стороны на две равные части. Возьмем дабинговую иглу приблизительно. Следим за тем, чтобы мех не ушел. Продолжение следует... И леску теперь вот так пропускаем через глазки. И в районе колечка сделаем парочку оборотов, чтобы ее здесь закрепить. Так как она толстая, не будем и без того делать толстой шею нашей рыбки. Закрепили, откусили остаточки. Вот у нас вышли такие плавнички у нашего стримера. Вы можете потом их подрезать, подровнять, придать им форму, но я обычно их оставляю в таком виде, как они у меня остаются. Теперь для завершения я опять возвращаю нить в районе крепления нашего меха. И теперь беру уже опять вот наш более темный вот такой дабинг. Или можете взять чуть-чуть посветлее дабинг. Как вы захотите, так и пожалуйста делайте. Можно просто красным обыкновенным мехом пройтись, между глазок провязать. То есть здесь уже как вам будет лучше, какой есть материал. Поехали. 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 Вот мы сформировали вот такую примерно головку. И теперь спокойно можем с вами здесь сделать завершающий узел. Наш стример готов уже к рыбалке. Сделали завершающий узел. И наша рыбка-малек готов к работе. Повторю, эта приманка изготавливалась конкретно под спиннинг. Для ловли на глубинах от 5 до 7 метров. Волновой или джиговой проводочкой. Но можно ее использовать в любой, как вы захотите. Можно использовать и для нахлыста. Можно использовать и для всех видов рыбалки, какую вы сочтете нужную. Благодарю за внимание. До скорых встреч.